здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала в августе как правило выкапывают урожай картофеля и для того чтобы место не пустовало опытные садоводы сеют сидираты это такие растения которые помогают земле восстановить плодородие и даже избавиться от некоторых вредителей и болезней сегодня я расскажу какие сидираты идеально подходят после выкопки картофеля лично у меня сидиративные культуры уже лет 15 с большим успехом служит как подкормка оздоровление и рыхление почвы поэтому именно эти свойства я могу с полной уверенностью подтвердить после ковра из сидиратов земля в буквальном слове рыхлая и воздушная а растения на растут как после машины навоза и так какие же сидираты подойдут после выкопки картошки давайте рассуждать логически после картошки земля очень сильно истощена в первую очередь потребуется восстановить азот калий и частично фосфор запоминайте любые бобовые сидираты очень хорошо насыщают землю азотом это может быть горох люцерна доник и люпин и еще лучше если будет смесь из них второй сидират это рожь именно рожь очень хорошо восстанавливает запасы калия и фосфора в земле а также я заметила что и проволочник практически исчез после посадки ржи поэтому делаем смесь из ржи любых бобовых и раскидываем сразу после выкопки картофеля после того как сидираты подрастут есть два варианта первый это заделать сидираты в землю методом перекопки второй просто оставить их в зиму второй вариант для меня предпочтительнее так как земля после этих сидиратов весной рыхлой вне зависимости от того сколько было снега следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины всего вам доброго